Итак, однажды я ехал за рулём в Южной Африке в Йоханнесберге много лет назад и моя семья была со мной в машине. Я ездил на Тойоте Королли, это сейчас я уже на Кэмри, Машаллах. Итак, это небольшая машина. Я остановился на одном светофоре и какая-то женщина врезалась в меня сзади и моя машина была полна наших сумок, наших вещей, потому что мы ехали из Зимбабве в Южную Африку и я собирал посетить определенный город, где я должен был произнести речь. Это должно было случиться через 5-6 часов, а дорога занимала 2-3 часа. Что же дальше? Багажник моей машины пострадал и я думаю про себя, что же сейчас будет и выхожу из машины. И эта женщина сидит за рулём и видит, что мужчина с бородой выходит из машины и она смотрит. А я улыбаюсь и говорю, как вы там? А она говорит, надо же, то есть это что-то новое. Она ожидала, что кто-то выйдет и будет кричать, орать, но я этого не сделал. Не сделал. Нет. Потом она вышла с машины и говорит, знаете, я извиняюсь, сильно извиняюсь, не знаю, что случилось. Сказала то, что хотела, а я говорю, успокойтесь, расслабьтесь. Я сказал, я здесь иностранец и не знаю, что должно быть дальше. Скажите, что нужно делать? И знаете, когда я учился на Хафиза Корана, мы повторяли аяты Корана. Я уверяю вас, она знала, что делать настолько, что... Как будто она повторяла это 500 раз. И я смотрю на неё и думаю, сколько же машин эта женщина перебила? Да, я был в шоке, субханаллах. Я думаю, она сказала, нужно дождаться полиции, нужно набрать тот номер, но может они не ответят. Они подъедут примерно через 2 часа. И я думаю, боже, у неё на самом деле это случалось много раз. Субханаллах. И она говорит, тогда они приедут, нужно сделать то-то, а потом они нарисуют схему, нужно будет поехать в участок. Ещё нужно подать документы на страховку. А я сижу и думаю, меня в той мечети сейчас ждут люди. А я здесь. Я сказал, сестра. Всё нормально. Я поеду, и ты езжай. Ремонтируем машины сами. Я тебя прощаю. И она такая, а? В моей голове я посчитал расходы за эту аварию. Где-то на 1000 долларов. Это большие деньги, но ущерб от того, что я задержусь, потрачу своё время, буду ждать столько часов полицию, создавать помеху движению машин и так далее. И я на самом деле думаю, что в странах первого мира должны отправлять вертолёт, если авария произошла на трассе. А схему аварии должны фотографировать сверху, поднимать машины в воздух и двигать их в сторону. Сверху. Ведь я удивлён. Я был во многих странах первого мира, и я видел, в случае небольшой аварии кто-то кого-то задел. И собирается пробка длиной в километры. Иншаллах, придёт день, когда те, кто во главе транспортных вопросов, решат, что нужны вертолёты. Вертолёт опускается и забирает машины сверху. Пристёгивает и убирает в сторону, чтобы движение продолжалось. Текбир! Да, я на самом деле надеюсь. Иншаллах, всё начнётся с Австралии. Потому что это так раздражает из-за небольшой царапины. Знаете, что происходит? Люди опаздывают на часы. Километровые пробки. И всё. Из-за кого-то. Кто зазубрил наизусть то, что нужно делать после аварии? В любом случае, я её простил. И в это время, я запрыгнул в машину. А, кстати, она записала мой номер. Сказала, мне нужен ваш номер. На всякий случай. Вдруг что-то произойдёт, и мне не поверят. И правда, когда она вернулась на работу... Знаете, у неё была хорошая страховка. Я не знал этого. Знаете, и ей не поверили. Подумали, может быть, она врезалась в стену. Ведь обычно не говорят. Я прощаю. Езжай. Знаете? Итак. Когда я покидал это место, я сразу позвонил братьям. Тем, к которым я направлялся. Я сказал «Послушайте, я попал в небольшую аварию. В меня врезались. А они говорят, не переживай. Мы будем ждать тебя. Здесь у одного брата свой кузовной ремонт. У него небольшой сервис, и он может отремонтировать твою машину». Я говорю «Хорошо, Машаллах». И я приезжаю на намаз Асар и оставляю им машину. Они выдали мне подменную машину. Мы уехали, и я провёл лекцию в мечети. Заночевал там, и на намаз Фаджер передо мной уже стояла, словно новая машина. Даже на Аиша брат уже подошёл ко мне и сказал «Машина почти готова. Осталось загнать её в печь». А я думал, что только пироги пекут в печи. Оказывается, машины тоже. Итак, мы ждали. И знаете, мы просто загнали её в печь. А что происходит с пирогом в печи? Что происходит? Он поднимается, так? Я думаю, обратно поеду на джипе. Но они вернули мне обратно Короллу, субханаллах. А хотелось-то минивэн? К сожалению, нет. Но она была покрашена, выпрямлена. Всё новое. Фары, лампочки. Всё. Да. И я думаю про себя. Субханаллах. Нужно будет как-нибудь снова врезаться. Машаллах. Субханаллах. И на этом всё. Я уехал. На следующий день мне звонит начальник этой женщины и спрашивает «Знаете, сэр, всё ли произошло так?» Я говорю «Да». Я говорю «Всё хорошо». А хотите, мы отремонтируем вам машину? У нас полная страховка». Я говорю «Послушайте, моя уже всё отремонтирована». Как новая, блестит. Они не поверили мне. Они не поверили мне. Причина того, что я это упоминаю, в том, что нам нужно иногда взвешивать. Все «за» и «против». Видите ли? Если бы я остался ждать, то мне бы отремонтировали машину, но ущерб был бы больше.